Друзья, смотрите. Версия iOS 17. Что нам в этом известно? Известно то, что свайп русской клавиатуры не добавят. То, что Siri у нас не будет работать без интернета. Ну, в принципе, каких-то супер-пупер изменений не будет. Добавят какую-то фишечку, вот как на iOS 16, типа, можно вырезать с фото или видео объекты. Вот что-то примерно этого. Но конкретно сегодняшнее видео, тема будет о том, Зачем вы вообще обновляетесь? Разложу вам все по полочкам, чтобы вы не задавали мне глупых вопросов. Типа, обновляться ли с 15.6.1 или с 14.3 на iOS 16.3? Сейчас я вам подробно объясню, что, почему и как. Добро пожаловать на канал AppleExpert. С вами Владимир. Друзья, смотрите. История такова. Сразу отвечаю тем ребятам, которые там с 14, с 13, с 15. Мне пишут, типа, стоит ли обновляться на 16.3. Давайте разберемся сначала с тем, если у вас с автономностью все плохо, устройство греется и у вас стопроцентная емкость батареи, тогда да, я вам советую обновиться. Если же у вас все стабильно с батареей, все хорошо, какой смысл, объясните мне. Какой смысл обновляться? Вы думаете, вы получите супер какой-то прирост? Да нет, супер, вы ничего там не получите. По батарейке, возможно, где-то на каких-то устройствах, да. Но это очень такой, знаете, случай редкий. Опять же, я об этом в каждой версии iOS объясняю по автономности. Вот, ну, это опять же, касается тех ребят, кто уже сидит на iOS 16, там, 1 или 16.1, 2 или 2.1, то да, обновитесь на 16.3. Если же вы ниже версии, там, 15, 14, 13, нет, однозначно нет. Объясняю, почему нет, еще одна из причин. Каждая новая прошивка, новая версия убивает ваше устройство. Убивает в плане по производительности, ну и в некоторых случаях вы даже знаете, что по автономности тоже. Смотрите, визуально программа Geekbench или еще какие-то тесты вам могут показать прирост по очкам. Но по факту, если вы будете замечать с каждой новой iOS, снимая на видео что-то, либо на фото, вы будете замечать, как кропается картинка, даже при одинаковом освещении. Мылиться, еще что-то там и так далее, и так далее. Это именно как раз то, о чем я вам говорю, занижает вашу производительность. Поэтому вот таким вот образом компания Apple принуждает вас к покупке нового устройства. Новая версия iOS, новое устройство. Новая версия iOS, новое устройство. Ну это грубо говоря. Допустим, у меня iPhone 12, я на него снимаю, пишу вам контент. Мне он вполне устраивает, мне и камера не нужна, я на нем могу смонтировать. И в принципе, я доволен. Вот. Кто-то гонится, там вот купил себе 14-й. Я допустим, ну нет нужды, потому что разница между 13-м и 14-м абсолютно никакая. Даже один и тот же процессор. Понимаете? То есть, не знаю. Возможно, куплю 15-й, если я буду того стоит. Так вот, ребята, новая прошивка, занижение производительности. Плохо с батарейкой, обновиться только в том случае, если у вас стопроцентная емкость батареи. Если там ниже 90-й, советую просто заменить, и вы уже почувствуете прирост автономности. Какая-то там прошивка супер, он никогда не исправит, если у вас уже потеряна емкость. Поймите. То есть, не испытывайте каких-то иллюзий. Должны быть какие-то, вот знаете, рамки понимания вообще, что это, как это работает. И опять же, как хранить долго батарею, вы просто должны понимать, что его перенагревать, переохлаждать не нужно. Опускать заряд батарейки ниже 20 нельзя. На ночь зарядку не ставить, на зарядки не играть. Это те простые вещи, о которых я уже тоже рассказывал на канале. Все. Это все, что вам нужно знать, чтобы понимать, как это все работает. Не пишите мне, пожалуйста, больше таких комментариев. Стоит ли обновляться с 13, с 14 или с 15, на 16-3 или еще какую-то. Ну, нет смысла, ребята, нету. Если вы уже сидите на этой версии, там 16 или 17, то да, обновитесь там до автономности. И то не всегда это есть хорошо. Все. Я на этом закончил. Надеюсь, ответил на все ваши вопросы. Вы не будете больше мне задавать подобных вопросов. Но это просто смешно. Подписывайтесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.